Отношения Северной и Южной Кореи Северной и Южной Кореи Действительно конфликт этот начался довольно давно и он продолжался с 1950 по 1953 год Но если очень коротко и тезисно говорить, то естественно после капитуляции Японии советские войска вошли в Корею И соответственно там же в Корее уже с 8 августа была и американская зона оккупации И была достигнута договоренность о том, что по 38 параллели будет как бы разделение вот этих войск, которые находились там Это все происходило еще в 1945 году Соответственно через несколько войска были выведены оттуда и советские, и американские Остались только военные советники И соответственно там, где были американцы, там появились политические ставленники американского государства А где был Советский Союз, там были представители народно-демократического движения Кореи И так существовало в течение нескольких лет до июня 1948 года Естественно поскольку корейцы, когда была японская оккупация, они оказывали сопротивление То органы власти формировались практически на основе вот этого движения сопротивления Что касается той зоны, где коммунистическое движение доминировало И когда начало строительство корейского государства Союзу и существенную помощь, в том числе и в становлении вооруженных сил И тогда было указание и практические меры были проведены по созданию не только вооруженных сил Не только до укомплитования их танками, артиллерией, но и именно авиацией Южная Корея, то есть американская зона оккупации Или на основе американской зоны оккупации Оно вооруженные силы развивало очагово Ну и естественно через несколько лет возник вопрос Надо объединяться Один народ, два практически формирующихся государства Поэтому с такой инициативой выступил руководитель Северной Кореи в то время Кемер Сен Но поддержки в Южной Корее он не нашел И укреплялись также у Кореи отношения с формирующимся Китайской Народной Республикой С развития в первую очередь сухопутных сил И было принято решение северокорейскими властями о том, что необходимо оказать содействие демократическому движению в Южной Корее Которая выступает за социалистический путь развития И они в июне 1948 года корейские войска КНДР вошли в Южную Корею И с учетом доминирования прежде всего в артиллерии, танках и в авиации Они довольно быстро добились успеха и взяли Сеул буквально там за 3-4 дня И после этого, соответственно, активизировалась американская сторона как кураторы Южной Кореи Они обратились в ООН для того, чтобы были сформированы миротворческие силы в поддержку Южной Кореи Поскольку Советский Союз тогда в ООН активной роли не проявлял в связи с тем, что решался вопрос о том И в ООН гомендановское правительство Китая было И Советский Союз бойкотировал тогда именно свою Поэтому своим правом вето он не воспользовался По формированию много целевых таких многонациональных сил Но там были представители в основном армии Соединенных Штатов Америки Они, соответственно, вторглись в Южную Корею и высадили десант И после этого блокировали северокорейские войска, находящиеся в районе Сеула и в Южной Корее И после этого было подписано перемирие, там вывод войск осуществлялся И, в общем-то, по примерно теперешней границе были установлены границы двух государств И такой период противостояния, он продолжался долгие десятилетия И, естественно, продолжается и до сих пор Вот это очень тезисно, очень в общем, если говорить о том, откуда истоки этого конфликта То есть мы видим, что уже порядка 80 лет идет противостояние между Южной и Северной Кореей Между Южной Кореей и Корейской народно-демократической республикой И, соответственно, взаимопонимания между ними нету Нагнетание напряженности происходит Александр Иванович, с историей начала данного конфликта мы разобрались А вот как вам кажется, в чем причина сегодняшнего обострения данного конфликта между Северной и Южной Кореей? Вы знаете, Михаил, можно услышать немало мнений на этот счет Но, на мой взгляд, необходимо разделять причины и условия того, что происходит теперь Конкретные действия КНДР, которые произошли буквально за последнюю неделю Там, может, чуть-чуть больше, за 10 дней Заключается в том, что было осуществлено подрыв здания Межкорейского отделения связи В приграничье Запуск воздушных шаров с мусором И перекрытие шоссейных и железных дорог Из Северной Кореи в Южную Ну и, соответственно, наоборот Это является очевидными демонстративными шагами И явно попытки не силовым путем Попробовать решить те противоречия, которые Современно это и четкий сигнал о готовности действовать решительно То есть мы, с одной стороны, видим, что это сигнал Там, там, те же воздушные шары с мусором Ну, не особо там военная логика в этом есть А вот именно подрыв Межкорейского отделения связи В приграничье Это свидетельство того, что Дается сигнал определенной Южной Кореи И, на мой взгляд, в чем заключается этот сигнал? Он заключается в том, что Северная Корея говорит о том, чтобы военным путем Южная Корея не предпринимала усилий Для того, чтобы решить, в первую очередь, ядерную проблему Северной Кореи Потому что Северная Корея имеет стратегические носители ядерного оружия Есть информация, не подтвержденная, но с высокой долей достоверности О том, что есть у нее и ядерное оружие, и ядерные боеголовки Но именно теперь мы уже переходим непосредственно к причине Вот этого противостояния Которая заключается в том, что Соединенные Штаты Америки руками Южной Кореи Пытаются создать условия для военного воздействия На ядерное вооружение И наличие у нее ядерного потенциала И решение этой ядерной проблемы В чем это заключается? В том, что в Южной Корее размещаются Ракеты высокой степени дальности И с высокой убойной силой Ну, примерно аналог Шерон Стоун Которые на Украине теперь находятся И усиленная происходит милитаризация Южной Кореи То есть развитие наступательных вооружений Развитие ракетной техники дальнебойного характера И развитие наступательных средств И артиллерии И, соответственно, танковых позиций Поэтому Южная Корея Она активно выполняет роль такого тарана Или готовится к выполнению этой роли И, естественно, что причиной этого заключается В желании Соединенных Штатов Америки Именно решить вот эту ядерную Так называемую проблему Кореи Поскольку, если мы возьмем стратегию Национальной безопасности Соединенных Штатов Америки То там четко указаны противники США Это Китайская Народная Республика Российская Федерация КНДР идет на третьем месте Затем Иран и мировой терроризм Вот именно оказание помощи И развитие вот этих всех усилий И укрепление этих усилий Со стороны Южной Кореи С подачи американской стороны Оно четко свидетельствует О желании решать Так называемую ядерную корейскую вот эту проблему Северокорейскую, наверное, так будет правильнее сказать Ну и на мой взгляд здесь есть еще несколько аспектов Связано это с тем, что 5 ноября в Соединенных Штатах Америки Будут выборы С учетом того, как действуют американцы Даже на той же Украине И их позиция по Ближнему Востоку А если мы видим та ситуация, которая складывается на Украине Что они практически обрезали потоки помощи Хотя и обещали Для того, чтобы не спровоцировать изменения Электоральных предпочтений американцев накануне выборов Что касается Ближнего Востока То не планировали они эскалацию конфликта На мой взгляд Израиль проявил самодеятельность И говорили в том числе и в вашей передаче О том, что это как бы решение внутренних проблем Израильской политической власти И вот такая самодеятельность Она не на руку Соединенным Штатам Америки И для того, чтобы отвлечь внимание От событий на Ближнем Востоке На мой взгляд Вот произведена вот эта эскалация Именно между Северной и Южной Кореей Между КНДР и Южной Кореей Это решаются кратковременные задачи Но в том числе это имеет и глобальный момент Если мы возьмем, то существует устойчивая точка зрения В мировой политике Что в настоящий момент реализуется стратегия нового империализма Если раньше империализм заключался в захвате территории В захвате рынков сбыта В захвате и реализации экономического влияния То теперь вот этот новый империализм И суть его заключается в том Что оказывается давление И снижается суверенитет и независимость конкретных государств А что касается Северной Кореи То там открыто реализуется тактика По подрыву государственной власти в Северной Корее Делается так, чтобы максимально усложнить Жизни и народу Северной Кореи Для того, чтобы спровоцировать смену политического курса Или уничтожить ту политическую власть Которая находится в Корейской Народной Демократической Республике На мой взгляд, вот эти причины лежат во главу угла Поэтому какая ситуация будет развиваться дальше Спрогнозировать сложно Будет зависеть, во-первых, от тех горячих точек Которые мы в мире видим Это прежде всего от развития ситуации на Ближнем Востоке и на Украине Это будет зависеть от результатов, в том числе и американских выборов И в какой обстановке они пройдут И какая ситуация будет внутри Соединенных Штатов Америки После выборов Поэтому прогнозы давать очень сложно И развитие ситуации может быть много вариантов Александр Иванович, огромное вам спасибо за то, что вы уделили нам время И приняли участие в нашей программе Я пожелаю вам хорошего дня и всего доброго Спасибо, до свидания, Михаил До свидания, уважаемые телезрители Мы продолжим через несколько секунд Оставайтесь с нами С нами на связи заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси Виталий Уткин Виталий Юрьевич, добрый день Добрый день, Михаил Напряженность между двумя странами началась после окончания Второй мировой войны Когда произошло разделение некогда единой страны И вот на ваш взгляд, почему за практически 75 лет Стороны так не смогли прийти к миру Ну или хотя бы попытаться договориться Знаете, я в разрезе этой темы хотел бы побеседовать С учетом того, что была видна теперь история нашего праздника Которого мы празднуем 17 сентября Это же точно так разделен народ Но суть в том, что в тот период советские войска успели раньше зайти на территорию И объединить белорусский народ Пока пришла фашистская Германия То есть понятно, если бы зашла фашистская Германия Очень сложно было бы объединять белорусский народ К сожалению, происходит такая ситуация с корейским народом По итогам капитуляции Японии Когда Красная Армия зашла на территорию Понятно, какое действие сделали Наши в тот период, можно сказать, соратники по уничтожению фашиста Соединенные Штаты Америки Зашли на территорию Кореи И значительную часть сделали такой пограничной ситуацией То, что осталось у них, как у союзников И то, что на территории влияния советской, скажем так, политической системе На сегодняшний день Жесткий игрок, который появился Политически Соединенные Штаты Америки Конечно, не даются в целом проявиться волеизъявления единого народа Поверьте, что Южная и Северная Корея Они живут одной мыслью, чтобы объединиться Но в данной ситуации очень мало возможностей Потому что в целом вся философия агрессивного Запада Агрессивных политиков, она выстроена на том И четко сформулирована английским исследователем Тревором Рупером Что сегодня малые страны не имеют права на свое самоопределение То есть они могут участвовать в знаковых политических событиях Влияния на международную тему они не имеют Они могут только внутри себя о чем-то беседовать И вот сегодня появиться знаковым единым народом На политической международной карте мира Конечно, не дают Соединенные Штаты Кореи Виталий Юрьевич, предлагаю поговорить о событиях последних Я бы даже сказал современных На прошлой неделе стало известно о том Что военные КНДР подорвали все дороги Которые ведут в сторону Южной Кореи И согласно заявлению северокорейского правительства Это ответная реакция на южнокорейские провокации С использованием беспилотников Как вы считаете, а вот в этом случае Возможно ли дальнейшая эскалация данного конфликта? Опять-таки будут завязаны серьезные игроки Насколько нужен этот конфликт С большой такой карты Которая разыгрывается на мировом пространстве Агрессивным Западом Сегодня четко мы с вами знаем Что образование новых конфликтных очагов Они очень на руку Соединенных Штатам Америки В той большой системе, схеме военных конфликтов Которые устроены Россия, Украина, Ближний Восток Сегодня понимают Что не совсем получилась та стратегия Которую они расценивали в отношении Российской Федерации Учитывая взаимоотношения и с Китаем Которые высказываются индийские отношения Не все получается Поэтому делаются такие ходы Невзирающие на жизни людей Как сохранить стабильность в мире А именно на развал со стороны спецслужб Западных аналитиков Западных, скажем так, правителей Которые готовы разжигать войну в любой стране Лишь бы достичь своей цели Своей какой-то определенной выгоды Опять-таки возможность зарабатывать на военных действиях Поэтому очень сложно будет в данной ситуации Объединяться корейскому народу Корейской нации в единое целое И поэтому я еще раз хочу сказать Чтобы белорусы сегодня смотрели на те праздники Которые с политической позиции мудрости Наш президент вводит в наш белорусский календарь На основании тех событий Которые происходят сегодня с другими народами Есть еще одно событие Которое произошло на прошлой неделе О котором я хочу с вами поговорить Это заявление МИД Северной Кореи Накануне подрыва этих дорог В нем говорится, что руководство страны В последний раз делает серьезное предупреждение И ставит ультиматум о прекращении Любых действий и провокаций И вот на ваш взгляд Если порассуждать Все-таки насколько далеко может зайти этот конфликт С учетом всех данных, которые у нас есть Конечно, с учетом ядерного оружия, которое имеется у Северной Кореи Открыто сегодня И очень часто западные политики говорят О возможности применения тактического ядерного оружия Подталкивают, я думаю, такими мыслями Что после применения ядерного оружия У кого-то может быть совершенно, скажем так, безопасная экологическая жизнь И дальнейшая жизнь может продолжаться на планете Земля Что это не приведет к третьему мировому глобальному И не смещая, что возможно последнему конфликту Такого цивилизационного уровня Я думаю, что западные политики Выводят именно на этот рубеж На этот рубеж подталкивают Для того, чтобы еще дальше отдалить два народа Потому что мы же с вами прекрасно помним Еще буквально 10, скажем так, лет назад Отношения между Южной и Северной Кореей Начали выстраиваться в системе диалога И стали между собой общаться Определенное снижение, скажем так Политического диалога Он стал улучшаться Общались между собой В том числе и лидеры этих стран И по всей вероятности Запад четко просчитал эту схему И решил все-таки не дать единому народу объединиться Вместе создать свою нацию Быть игроком на международном поле И потом и сегодня включаются Различные провокационные моменты В том числе политических выходов В том числе что приграничной территории Виталий Юрьевич, продолжая тему Западных провокаций, которые вы только что начали Здесь очень к месту будет Рассказать об еще одной истории Которая очень хорошо вяжется С этой всей, скажем так С этими событиями Представитель МИД России Мария Захарова В своем телеграм-канале заявила Цитирую США являются единственной страной Которая реально повышает риск конфликта На корейском полуострове Конец цитаты И вот на ваш взгляд Какую все-таки роль играет США Именно в этом конфликте Вот если, как говорится, без купюр Ключевую А не только Но в этой стране Мы прекрасно с вами видим Что Соединенные Штаты Америки Агрессивная их позиция Не объединяя как бы народ Агрессивная политика Сегодняшних руководителей Управленцев Как военного блока Так и других Она сегодня говорит Что в целом по всему миру Разжигаются конфликтные ситуации Разжигаются военные операции При участии Соединенных Штатов Америки И, к сожалению, мы с вами прекрасно Помним те действия Которые осуществляли Соединенные Штаты Америки И опять перейдут к истории Великой Отечественной войны Как они спонсировали И предоставляли свою технику Гитлеровской армии И в то же время Глинглист Советская армия То есть у них присутствуют Абсолютно другие цели Которые страны Руководители этих стран Зачастую не могут разгадать Вот эту замаскированную Политическую игру Конфликтологии народов Наталья Юрьевич А если мы попробуем Немного порассуждать Над тем, что вы сейчас сказали Развернусь более подробно Какую все-таки цель Могут преследовать США В качестве гегемона Во всех этих конфликтах? Ну, в первую очередь Мы же с вами прекрасно знаем Что сегодня группировка Которая существует На территории Южной Кореи Практически 30 тысяч Военных солдат Определенная группировка Танков Абрамс Они настроены на то Чтобы в случае конфликта Ожидать, когда Японская армия Вооруженные силы Подойдут и в дальнейшем Потому что нужен серьезный конфликт В этом направлении Прекрасно помним, что Соглашения между Россией, Китаем И Северной Кореей подписаны То есть это еще один очаг Который будет Подожжен Соединенными Штатами Америки Где опять будут втянуты Народы В конфликтную ситуацию Но за океаном Соединенные Штаты Америки Будут опять-таки Наблюдать Как развивается На другом континенте В других странах Конфликтная ситуация Насколько уничтожают народ То есть это Способ, я хочу сказать Такого разжигания Гражданской войны Это единый народ Но это четкий способ Разжечь гражданскую войну В достижении своих целей И вот часто Когда мы слышим выступление И восприятие серьезности Слов нашего президента Александра Григорьевича Он сказал Мы будем бить по центру Принятия решений Вот сегодня Все больше и больше Подталкивают И у каждого человека Должно это понимать Где очаги Где штаб Скажем так Мировой конфликтологии Которая разжигается В целях зарабатывания Денег на вооружении Поэтому Нужно четко понимать Что здесь Как экономические Так политические Так и территориальные По-прежнему Соединенные Штаты Америки Желают оставаться Доминирующей Доминирующей страной Использующей инструмент Именно Насилия Военного режима Присоединения Разделения территорий Никакие дипломатические Разговоры Никакая здравая Международная логика Здесь не присутствует Только чувство силы И таким способом Управлять миром Виталий Юрьевич Огромное вам спасибо За то что вы уделили нам время И приняли участие В нашей программе Я пожелаю вам хорошего дня И всего доброго Спасибо Мы услышали мнение Двух экспертов И одно можно сказать Наверняка Конфликт между Северной и Южной Кореей Остается сложной проблемой Между этими государствами Несмотря на попытки Диалога Путь к миру Все еще долог И тернист Однако сложно Не значит нельзя Это была программа Мнение На телеканале Беларусь4 Гомель С вами был Михаил Синицын До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok